Шавотов, доброй недели, чтобы все добрые, хорошие люди были здоровы, чтобы больше никогда нигде не погибали невинные люди, дети и так далее, чтобы закончились войны. Значит, пока мы с синагогой не думаем, почему, потому что мы хотим онлайн сосредоточиться, что мы хотим все-таки есть простая, понятная цель, миллион часов урока вторых в месяц, это свет. Синагог много, а вот таких, как мы, чтобы проводить уроки, таких мало, поэтому мы будем стараться в своем развиваться и не пока мы с синагогом, мы хотим студию сделать пока. И тоже это сложно, то есть у каждого есть свои какие-то таланты, вот делать студию это тоже талант, делать синагогу, заниматься, у каждого есть в мире свой талант, свой кусочек такой. Если бы все люди занимались созидательным трудом для того, чтобы свой кусочек мира сделать хорошим, добрым, сверкающим, веселым и приносить пользу друг другу, мы бы жили бы все в раю, да, не завидовали бы друг другу. У каждого свой вот такой вот кусок мира, каждый занимается этот свой кусок мира, полирует, украшает, помогает другим людям, все без алчности, без такой, знаете, избыточного стремления к признанию. Да, то есть если бы люди вот все по чуть-чуть сделали бы свой микромир добрым, хорошим, веселым, счастливым, честным, то глобально мир стал бы лучше. Вот это наше стремление, вначале нужно научить, а потом уже в какую человек будет ходить в синагогу, это уже не так важно. Главное, чтобы молился, чтобы он благодарил Всевышнего и просил, чтобы был мир. Вот это вот будет самое лучшее. И мы продолжаем изучать уроки, как быть праведниками, и сегодня мы находимся в главе про Лошонара, про злоязычие. Изучаем законы злоязычия, как не говорить злоязычие, как, где там есть вот эти вот сбои, где есть сбои. Злоязычие. И я хочу, чтобы духовная сила, я стараюсь, что все-таки провожу урок, у моей жены болеет сейчас мама, плохо себя чувствую, все эти обследования у нее там все. Чтобы Барри Фааш Лыма, Раиса Васильевна зовут мою тещу, значит, чтобы было ей полное выздоровление, отсек ее болезни, чтобы она была здоровая, веселая, счастливая. Вот. И чтобы все вообще, кто нуждается в выздоровлении, все участники уроков, чтобы все выздоровели, чтобы Всевышний дал полное выздоровление всем участникам наших уроков и всем добрым, хорошим людям в мире. Теперь дальше говорит нам автор этой книги. Вот, например, кто-то кого-то оскорбил, спосорился и, значит, сказал разные плохие вещи. Да, что делать? Конечно, хочется все ему рассказать, все про него рассказать, сказать ему, как он сам на самом деле, да, и все ему хочется это раскрыть. Ну, что говорит автор этой книги, раскрывающий преступление второго, тоже преступник. Ему не следует открывать преступление другого преступника, потому что он открывает тайны другого не ради его блага, только чтобы отомстить. Опять же, вот смотрите, здесь есть такой нюанс, вот дальше он об этом пишет, что в некоторых случаях злословие может быть и добрым делом. Например, если два злодея сговорились совершить зло, то можно с злословием привести их к ссоре, и они возненавидят друг друга и навредят друг другу. То есть, если злодеи будут ссориться и воевать друг с другом, то они все друг друга поубивают злодея, и у них не будет ни времени, ни сил, ни патронов на добрых людей. Да, это будет прекрасно, тогда добрые люди останутся, потому что злодей, он же источник зла, он производит зло, и если он на другого злодея его направит, отлично, пускай. Мы желаем успеха обоим сторонам. Второе доброе дело – злословить о прелюбодеи и прелюбодейке, чтобы они не совершили преступление. Но, пишет он, иногда не следует публично позорить даже законченного злодея, потому что есть опасения, что он оставит полностью тогда, например, иудаизм, Тору, уйдет и принесет много зла. Знаете, очень интересно, инквизиция, кто был главным инквизитором Пимада? Крещённые евреи. Изгнание евреев из Испании. Кто был учителем в этой Изабеллы? Вот это Изабель, это Изабель, на русском Изабелла, это Изабель, это как мусор, да? Имя переводится. Так вот, когда было изгнание евреев из Испании, её учителем, который это всё спровоцировал, был крещённый еврей. Самые страшные вот эти враги были еврейского народа, это как раз были крещённые евреи, потому что, ну, как-то так получалось, да? Тот же Троудский, например, да, вообще жуть, а не человек. Пока есть надежда на то, что он исправится, всё-таки лучше молиться. Вот тут очень важный момент такой, за что молиться? Или молиться, чтобы злодеи были уничтожены, или молиться за то, чтобы злодеи исправились. То есть, есть тоже такая очень интересная история, когда в Венгрии был один из, прямо можно погуглить эту историю, у них была националистическая партия такая, ну, и националисты очень часто они против евреев, потому что евреи в одном из своих таких проявлений есть у евреев очень тяга к равенству, да? И вот социалисты, которые, в принципе, социалисты, коммунисты, они выступают за... У них хорошие лозунги, красивые, чтобы не было бедным, чтобы у богатых всё отобрать и поделить среди бедных, да? Ну, то есть, бедных же больше, чем богатых. И, в принципе, вы знаете, что в мире у меня есть один клиент, который очень богатый вообще, он очень, ну, как очень богатый, у него там, я не знаю, 10, больше 10 миллионов долларов у него есть просто вот так вот лежат. И он всё время расстроенный. Он расстроенный, у него как бы плохое настроение, он всё время видит вот, что что-то не так в его жизни. Я ему говорю, посмотри, у тебя 10 миллионов долларов, ты должен просто радоваться, просыпаться утром, засыпать, у тебя есть деньги, и эти деньги ты можешь исправлять, делать всё, что хочешь с миром, улучшать его. Он говорит, не, ну всё, вот эти там то-сё. Я говорю, смотри, и мы как раз проверили. Оказалось, что в мире, как вы думаете, сколько людей, у которых больше миллиона долларов? Прямо искусственный интеллект сказал, что в мире людей, у которых больше миллиона долларов, 1%, чуть больше 1%, 1,1%. То есть, получается, миллионеры и больше, их 1-1% от всего мира. 99% людей, у которых нет миллиона долларов. И где-то процентов 60-70, у них вообще нет сбережения в мире. Они живут прямо вот, даст Бог день, даст Бог пищу. Достаточно тяжело живут, им не хватает. Что говорили социалисты, коммунисты? Они говорили, давайте у этого миллиона, у этого 1% заберём, разделим между теми 99%, которых не хватает. И так мы установим счастье и равенство. То есть, как бы логика в их словах какая-то была. Другое дело, что когда они у этого 1% забирали, вот эти коммунисты, социалисты, они потом народу не отдавали, они в себе оставляли. Это уже, ну, как бы другое. Так, не могли они выдержать испытания богатством. Да, это мы сегодня будем, у нас отдельно есть урок для партнёров-спонсоров, те, кто помогают во экране и вкладывают деньги в распространение Торы. Мы изучаем книгу «Путь к богатству». Сегодня как раз мы будем изучать про испытания богатством. Так обычно, социалисты, коммунисты не выдерживают это испытание. И они забирают землю там у этих феодалов, они забрали, у помещиков. А народу не отдали. Наоборот, они крестьянам сказали, вы эти самые, ну, должны работать в колхозах, в совхозах. Если не будете работать, мы вас в тюрьму. То есть, получилось, что они как бы обманули, у того процента забрали, этим 99 не отдали. Но идея была хорошая. Так что, можно их позорить или нельзя их позорить? Говорит нам автор этой книги, лучше всё-таки молиться. И вообще Тора нам говорит, что за злодеев лучше молиться, чтобы они справились. То есть, пока есть шанс, что он исправится. И наоборот, исправившийся за злодеем, он будет очень хорошим таким, ну, человеком, потому что он сильный, он ответственный такой, как Рейш Лайтиш был. Я недорассказал эту историю про, был лидер какой-то националистической линейской партии. И он так ненавидел евреев, что просто жуткое дело. Потом он сделал ДНК-анализ, подняли какие-то документы. Оказалось, что у него бабушка по материнской линии была еврейка. То есть, он по закону, по аллахе он еврей. Он начал интересоваться больше, что такое быть евреем и так далее. Начал соблюдать, сейчас стал ортодоксальным евреем. Тоже лидер партии какой-то в Венгрии. Продолжает быть лидером партии. Но теперь он уже против евреев не выступает. Потому что оказалось, что вот часто те, кто против евреев выступают, они сами евреи. Как есть те, кто против гомосексуалистов выступают. Они часто сами скрытые гомосексуалисты. И они поэтому эту часть себе, так как они хотят подавить, они очень выступают против. Так психологи говорят. Может, то же самое и с евреями. Поэтому я всем советую пройти, сейчас есть ДНК-анализ. И проверить, может, вы евреи. Да, ДНК-анализа это полностью реальная вещь. Которая точно показывает все гены. Значит, и если, например, человек видит, что у него он проходит ДНК-анализ. И у него есть там евреи. Непонятно, с какой стороны евреи у него. Но он может тогда поднимать документы в архивах и найти. То есть, это не является доказательством для того, чтобы выдали сразу израильский паспорт. Но это для самого человека является доказательством, что он где-то может найти тогда документы. Потому что если в нем есть ДНК-анализ, значит, точно можно найти документы, откуда она взялась. Вот, поэтому советую всем пройти. Я несколько случаев знал, когда люди ходили на уроки Торы. И входили на уроки Торы, да. И, значит, прямо им было интересно, но они думали, что они не евреи. Потом они проходили ДНК-анализ, оказывалось, что евреи. Значит, есть... Погуглите, погуглите. Есть вот из Тер-Исраэля есть такой Моши Варшавский. Он эти тесты помогает. Он ездит по всему Израилю, привозит. Это самая большая организация в Америке, которая делает эти тесты. 23, как-то они называются. И он помогает все пройти, туда отсылает, присылает. В общем, есть такая возможность. В общем, он пишет так, что по закону можно на злодея злословить, но он не советует автор этой книги. Дальше он пишет. Поскольку множество вещей зависит от языка, нужно весьма стерегаться и следить за своим языком. Как говорил царь Давид, береги свой язык от зла. То есть, это нужно беречь. Как учили нас в детстве, знаете, все детские вроде же запоминаются. Болтун – находка для шпиона. Я помню, в детском саду нам говорили, что тот, кто много болтает, это находка для шпиона. Говорят, дети, вы не хотите быть находкой для шпиона? Значит, не болтайте. Рассказывается история в Медраж Раба, в Аикра Раба. Значит, такой из Медража – это устное передание, которому более 2000 лет, устная Тора. Однажды кто-то ходил по улице и кричал, кто хочет эликсир жизни, подойди ко мне и купи. Пришли покупать. А он взял книгу Таилим, показал им псалмы царя Давида и сказал, вот видите, «Мия и шахапецка им, тот человек, желающий жизни, ой, въемим ли рот тоф, который любит все свои дни жизни в виде добро». «Нецобла шумка мера, освободи свой язык от зла». Увидел это Раби Анай, привел его в свой дом, накормил, напоил и дал ему деньги. Пришли ученики и говорят у Раби, «Разве ты до сих пор не знал этого стиха?» Это, ну, самый известный стих из псалмов, один из самых известных, да? Он говорит, «Я знал, но не обращал особого внимания, когда читал этот стих. Я не вчитывался должным образом, а этот человек подарил мне его». Вот тут очень важная вещь, что человек, который говорит, очень часто тот, кто вот много болтает, его язык становится такой легкий, он перестает быть сильным. Знаете, как есть, вот если, например, человек мало говорит, то у него каждое слово такое, как кирпич на резонт, он обдумывает, такой, как скажет иногда, что он так прям, и молчит опять. То есть это так людей удивляет. А тот, кто много говорит, у него легкие слова такие, он перестает, его слова не имеют силы. Вот те, кто болтает, преувеличивает, преукрашивает, уже его особо не слушают, ни здесь, ни на небе. То есть его слова перестают иметь силу. Теперь, когда Раби Янай услышал этот отрывок от этого человека, он обратил на это внимание. То есть есть просто слова, а есть слова, наполненные вниманием. Сейчас есть такая нейропсихология, такая наука, которая соединила психологию с исследованием мозга, как это работает. И вот есть такой нейро, он нейрофизиолог, Джо Диспенза его зовут. Джо Диспенза, он врач, написал книги, как за 4 недели изменить свою жизнь. И он в этих книгах, с точки зрения науки, доказывает, как слова, намерения и мысли человека меняют реальность. Прямо уже наука это доказала, что они влияют и на здоровье, и на все. То есть это уже как бы не то, что нам Тора говорит 3000 лет, что жизнь и смерть на кончите языка. Это наука доказала. Но слова, почему я вспомнил Джо Диспенза, что современные люди доказывают, что просто слова, они практически не оказывают влияния на формирование новой реальности и на здоровье. А именно слова, наполненные намерением. Намерение это внимание, это эмоция, это энергия, это фокус внимания. Это то, что как раз оживляет и слова, и вообще все. Как Тони Робинсон говорил, что твоя жизнь это не твоя жизнь. Что твоя жизнь это то, на чем ты фокусируешь свое внимание. Если ты фокусируешь свое внимание на своих провалах, так вся твоя жизнь это провала. Если ты фокусируешь свое внимание на благодарности, то вся твоя жизнь это благодарность. То есть именно вот этот вот фокус внимания, внимание это то, что здесь подчеркивает этот отрывок из Медраша Вейкара Роба. Он говорит, я-то знал этот стих, я его читал, я его говорил даже. Но говорит, я не обращал на него внимания. А этот человек подарил мне его, он обратил мое внимание, и я теперь этот стих буду повторять совсем по-другому. Теперь дальше он пишет, а как мне охранять свой язык? Хорошо, как? Он говорит, тот, кто приучил своего устали, льстить, насмешничать, злословить, обманывать, попусту болтать, но желает больше так не поступать, желает покориться и раскаяться, и, значит, присоединить свой язык к великой силе Всевышнего, он должен поставить себе большую и крепкую ограду. Что это за ограда? Он должен удалиться от своих прежних друзей и сообщников, с которыми приучился льстить и злословить и лгать. И если он сблизился с ними, то не может поступать иначе и остановить себя вовремя. То есть нужно удалиться от друзей, которые негативщики, пессимисты, критики и так далее, которые плохо разговаривают. Весьма и весьма следует приучать себя к молчанию, чтобы приучиться поменьше открывать рот. Как раз совпадает сейчас глава о недерах, о обетах, глава втория. И там говорится о том, что человек, который перед Богом сказал какую-то вещь, взял на себя обет, пусть очень остерегается выполнить то, что он сказал. Потому что когда ты уже обращаешься к Богу, я перед Богом, то там уже есть твое внимание. И там слова имеют колоссальную силу. Значит, в общем, человек должен приучить себя к молчанию, соединиться от болтунов разных. Лучше больше сидеть в своей комнате и заниматься учением. И тогда он присоединится к благочестивым, которые говорят лишь об учении, страхе перед Всевышним. И таким образом приучать себя долгое время, тогда найдет лечение с романином. То есть, как раз можно повторять вот эти вот отрывки из псалмов, прям как медитация такая, да, повторять их, повторять, вкладывать туда эмоции, эмоции, эмоции. И бах, наполнил этот отрывок историк каким-то прям, называется это, выграмировать их на скрижалях своего сердца. То есть, как аутотренинг такой, наполненный только эмоциями, да. Это есть такое движение в иудаизме, мусар, исправление качеств. Раби Сроэль Салантер, он был основателем этого. Вот у них была такая практика, они им брали какой-то отрывок из Торы, и после утренняя молитва, как раз полчаса, сидели его повторяли. И как сам говорил Раби Сроэль Салантер, басфатан глакот, устами горящими, да, басарат нефеш. То есть, они разгоняли вот эту вот эмоциональную бурю такую, да. И повторяли один и тот же отрывок, повторяли, повторяли полчаса. И иногда месяцами повторяли один и тот же отрывок, пока месть он не пропятался в сердце человека. И тогда он стал частью его, и он соединился через этот отрывок со Всевышним, с царем Давидом. То есть, это как раз притча царя Соломона. Что такое притча царя Соломона? Это мысли царя Соломона, которые были мудрейшими из людей. Если взять эти мысли царя Соломона и сделать их своими мыслями, то каким ты будешь? Тоже мудрейшим из людей, понятное дело. Просто нужно, чтобы мысли царя Соломона стали твоими мыслями. Если ты хочешь, чтобы стать таким же близким к Богу, как царь Давид, значит, берешь псалмы, и эти псалмы повторяешь, 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 и в итоге эти слова становятся твоими словами. Они звучат внутри тебя. То есть, или я, например, «Искак, Медусеевич». У меня есть мысль в голове, что я «Искак, Медусеевич». Человек состоит из набора мыслей, которые крутятся в его голове. Теперь этот набор мыслей, он же туда откуда-то попал. Значит, он попал от кого-то, или из книг, или откуда-то же он попал в голову. То есть, они же, голова слова не рождают. Я же на корейском вдруг не начну разговаривать. Ну, давай, голова, роди мне корейские стихи. Нету, ни одного стиха корейского не приходит. То есть, а вот, например, песню «Искалымского Белого Ада» «Шли мы в зону в морозном дыму». Мне мое подсознание почему-то легко достает оттуда, потому что в Харькове, в спортинтернате, эту песню пели неоднократно на песенных вечерах спортсмены почему-то любили шансон. Не помню почему. Но я так был в этой компании, я же был среди спортсменов, поэтому у меня эта песня запомнилась. Корейские стихи нет, потому что в Корее я был на чемпионате мира в Сеуле, да, в 92-м году, но стихи не запомнил. Значит, смерть и жизнь во власти языка, а любящие, берегущие его будут есть от его плодов, говорит нам царь Соломон, и это абсолютная правда. Поэтому, а почему он так говорил? Потому что он же был сын царя Давида, и царь Давид в Псалмах, 39-й Псалом, 2-й отрывок, говорил так его папа. «Стеречь буду я пути свои, чтобы не согрешить своим языком». Конечно, если царь Соломон в детстве заходит к папе, а папа говорит «Стеречь буду я пути свои, чтобы не согрешить своим языком». Царь Соломон послушал и говорит «Да, ребенок он был тогда еще. Смерть и жизнь во власти языка, а любящие вкусят от плодов его». То есть, понятно, да, как оно работает? Царь Давид, он обучал царя Соломона. Царь Соломон взял от него лучшее, и дальше добавил, изложил это в притчах своими словами. А еще, как говорил его папа царь Давид в 69-м Псалме, «Хвалить буду имя Всевышнего песней, и возвеличивать его благодарение». И будет это лучше для Всевышнего, чем быт, чем телец с рогами и копытами. То есть, чем приносить жертву Всевышнему, лучше с Богом разговаривать, благодарить его постоянно, без остановки. Спасибо Всевышнему за кофе. Спасибо Всевышнему за чашку для кофе. Спасибо Всевышнему за вторую чашку для кофе. Спасибо Всевышнему за книжку, которую мы будем учить сейчас на уроке для партнеров-спонсоров. Спасибо Всевышнему за вот эту замечательную книжку, книга о человеческих достоинствах. Спасибо Всевышнему за урок Торы, который мы сегодня проходим. Спасибо Всевышнему за то, что вы пришли на уроки. Спасибо Всевышнему за то, что теща моя выздоровеет. Спасибо Всевышнему за жену, которая окаживает за тещей. И так далее. То есть, когда вы благодарите Всевышнего, это лучше, чем жертвоприношение. То есть, Всевышний столько для нас делает. А мы типа, не, не, это все не важно, не важно. Вот мне вот этого не хватает. Вот я буду расстраиваться, мне вот этого не хватает. Ну что это вообще? Значит, все дела человека, пишет автор книги, и худший, и лучший зависит от языка. Языком человек может натворить бесконечное число серьезных преступлений, и, значит, также он может сделать бесконечное количество добра. Есть люди, которые говорят, нет у нас денег, как мы можем совершить доброе дело? Что мы можем дать, например, тем же бедным? Они не понимают, что у них есть огромный источник добрых дел, источник жизни в этом и в будущем мире. Это их язык. Как сказал царь Давид, то хочет приобрести жизнь в этом мире и в мире будущем. Сказали ему, как можно приобрести здесь и там. Он говорит, все очень просто. Береги язык свой от зла. 34 Псалом, 13 отрывок. Доброе слово, приятные слова, комплименты. Наставлять людей, да, рассказывать им про Тору, оберегать и исполнять, утешать скорбящих, поддерживать бедных, говорить им добрые слова, утешение. Говорить самому правду, не обманывать. Приучиться воспевать и прославлять Всевышнего. Тогда будет такой человек любим людьми и любим Всевышним. А наградой ему будет великое благо, сохраняемое для праведника. Все, закончили мы сейчас как раз главу про злоязычия. Следующая глава «Врата раскаяния». В общем, эту книгу скоро с Божьей помощью закончим. Я думаю, будет у нас 70 уроков. Сейчас сегодня 62-й. Очень сильная книга. Очень на меня повлияла. Спасибо Всевышнему. Спасибо вам. С Божьей помощью, чтобы была у всех хорошая неделя. И неделя контроля за языком. Никаких злобных слов, никаких негативных комментариев. Фокус внимания на хорошем. Интерпретации хорошие, добрые. Значит, что Всевышний заслугу этого через людей, через события. Помог нам всем в том, чем нужна нам помощь. Но мы эту помощь заметили, поблагодарили. Можно даже заранее поблагодарить. И поблагодарить за все, за все, за все, что Всевышний для нас делает. Потому что есть у большинства людей вот этот вот огромный-огромный, я назову это, знаете, можно хотел сказать, недостаток. А сейчас я скажу. Огромная зона для роста есть у всех людей. Это благодарность Всевышнему. И вот когда ты начинаешь реально благодарить и видишь добро Всевышнего, оно растет, увеличивается. Оно прямо распространяется. Благодарность Всевышнему, благодарность людям кардинарно меняет жизнь в лучшую сторону. Все. Всем до завтра. И в 11 у нас урок для партнеров-спонсоров про то, как стать более богатыми в материальном, в духовном. Спасибо вам, партнеры-спонсоры, что вы делаете возможным, что эти уроки расширяются, что все больше людей их слушают, что скоро у нас будет с Божьей помощью студия. Спасибо Всевышнему, что найдется кто-то, кто нам поможет оборудовать студию. И мы сделаем тогда уроки, будут еще красивее, еще лучше, еще больше. Лекторов будем новых приглашать хороших, темы новые развивать. У нас в статье есть еще дополнительные сейчас уроки. Все, друзья, удачи, успехов. Спасибо Всевышнему, что Бог благословил всех друзей, партнеров, спонсоров, участников урока в Энре.